Итак, иступ в общую спрингу. Библиотека такая, одна из которых мы будем использовать в нашем курсовом проекте, которая используется во многих проектах, которые сделаются для G2E архитектуры. Альтернативой спрингу есть и в других библиотеках. Например, называется J-Boss Scene, но отдельно мы ее рассматривать не будем, потому что она достаточно сложная, намного сложнее, чем в спрингу. Другой альтернативы этому всему, честно говоря, и не знаю. Может быть, и есть какие-то. Значит, что мы рассмотрим? Основное. Первое – это архитектура, чтобы вы понимали, с чего она вообще состоит, эта библиотека, и какие в ней основные модули входят. Все конкретно полностью модули мы рассматривать не будем. Сегодня на лекции расскажу про два основных модуля, даже, наверное, про один модуль основной расскажу, и вкратце объясню про все остальные. Дальше, когда мы будем изучать с базами данных ближе работу, там я расскажу про другой модуль, когда будем изучать веб, для работы с вебом расскажу все остальные. Если заходите, ознакомитесь сами. Начнем с простого примера. Естественно, когда изучаются все технологии, самый простой пример какой? Flow World. Поэтому рассмотрим Flow World. Вот. Попытаемся вывести привет на спринге. Потом я расскажу про такую самую основную фишку, для ради чего это все создавалось, называется инверсия контроля. Вот. Инверсия контроля присутствует не только в спринге, еще много библиотек есть. Очень тоже такая популярная библиотека от гугла тоже, которая прямо гугловский EOC контейнер так называется. Тоже позволяет делать инверсию контроля. Вот. Вообще много где она присутствует, даже в том же JSF это тоже как бы есть. Ну и в конце расскажу про вспомогательные классы, которые спринги, которые может быть надо будет использовать кому-то из вас. Соответственно сами их поищите, поиспользуйте. Итак, что такое спринг? Спринг это, ну определения опять же нету, сам же я вот такое выдумал. Во-первых, это легковесный открытый фреймворк. Вот. Открытый, то есть это open source, можно снять исходники, нормально там все найти. Самое главное то, что он упрощает разработку корпоративных приложений. Именно вот упрощает. То есть он берет на себя очень много функций, которые обычно используют в корпоративных приложениях и соответственно он сам для себя все это делает. И самое главное то, что он нацелен на использование обычных Java Bin объектов. Что такое обычный Java Bin объект? Ну по сути это просто такое модное название для простого джавовского класса. То есть джавовский класс, который ни от чего не наследуется, никаких там максимум, что это может быть реализует какой-то интерфейс. В основном это просто обычный javovский класс. Альтернативой этому есть, являются какие-то классы, например, которые от чего-то наследуются. То есть какие-то другие фреймворки, которые есть или были раньше, они в основном требовали, например, ваш класс, чтобы наследовать их вроде другого класса и там еще и так далее и тому подобное. И это, получалось, ваше приложение достаточно очень ограничилось функциональности, потому что было наследование. Sprint же наоборот. Говорит так, что вы делаете свое приложение на обычный javov. Просто используйте Sprint там, где это вам надо. Теперь подробнее. Значит, что такое легковес? В принципе, здесь зашито как бы два таких определения. Первое это то, что, во-первых, он весит очень мало. То есть реально весь Sprint, весь один jav-файл со всеми полностью, как бы, проектами все Sprint, он весит где-то 2,5 мегабайта. В принципе, можно, например, если у вас весь полностью Sprint вам не нужен, но как бы в примере проекта классового второго он там, там он будет весить. Если он вам весь не нужен, вы можете взять только отдельный его модуль. Тогда это будет еще меньше весить. То есть, ну, маленький размер удобен, во-первых, чем? То, что, ну, как бы, если это корпоративное приложение большое, то там оно все равно все будет, в принципе, на сервере. В сервере там 4 вектара оператива, в принципе, все равно. Вот. Ну, как бы, когда Sprint очень часто употребляете вообще в маленьких проектах. Такое небольшое, маленькое приложение, которое должен ставиться на дестоп пользователь. Там Sprint тоже иногда употребляет, и благодаря тому, что он маленький размер у него, это очень его сделало популярно. Второе, то, что вот легковесное, это то, что приложение, то есть, что это значит, приложение не зависит от класса Sprint. То есть, вы нигде не вводите, как бы, на следование класса, вы нигде никак не зависите от этих классов. Максимум – это то, что вы можете реализовывать какой-то интерфейс. Ну, для того, чтобы потом передать этот там объект куда-нибудь в Sprint. Но дальше вы не зависите. То есть, вы, как бы, ваше приложение реализует вашу логику, а за дополнительными сервисами вы просто обращаетесь к Sprint, то есть, вызываете его методы. Причем, вызов сделан таким образом, что вы, в основном, вызываете тоже интерфейсы. А реализация этих интерфейсов может быть разная. То есть, Sprint предлагает несколько различных реализаций для разных подходов. Например, различные реализации доступа к данным, различные реализации менеджер-транзакций и так далее и тому подобное. Второе – это инверсия контроля. Или она еще называется инжекция зависимости. Ну, названия вообще разные, кому как нравится. Ну, это подробнее я сегодня буду объяснять, но вкратце это то, что классы не создают свои зависимости, а они их не получают. Что значит классы и зависимости? Например, один класс зависит от другого класса. Например, ваш какой-нибудь сервис, например, выполняет отправку почты. То есть, по сути, сервис ваш зависит от сервиса отправки почты. Правильно? Вот. Так вот, суть заключается в том, что вы как бы не создаете сервис отправки почты. То есть, например, там, new mail service, и потом на него вызываете метод, там, send, а вы его получаете. То есть, вы, по сути, получаете на вход, там, через сеттер, через компьютер, как угодно, вы получаете вот mail service. И дальше делаете с ним что хотите. Красота заключается в том, что вы, по сути, можете получить любой mail service. То есть, ну, как бы, за вас. Вы можете получить любую реализацию mail service. Например, там, через интерфейс. Второе, ну, третье, вернее, это аспектно-ориентирование. Про аспекты я более подробно буду рассказывать на следующей лекции. Вот. Там я расскажу про аспект J. Это отдельная реализация аспектно-ориентированного программирования. Спринг не использует аспект J. В нем своя собственная реализация аспектно-ориентированного программирования. Но при этом они рекомендуют для некоторых вещей использовать аспект J. Ну, потому что аспект J реально намного круче, чем то, что есть в спринге. В спринге есть своя собственная реализация. Она была сделана изначально. И, как бы, они ее там оставили, решили ее переписывать. Потому что она, по сути, аспект J там обслуживает очень много сервисов в спринге. Как работает аспектно-ориентированное программирование и что это такое, это узнаете в следующей лекции. Вот. Но, по сути, вкратце, это выделение сквозной функциональности в отдельные модули. То есть, например, функциональность, которая занимается управлением транзакций. То есть, он выносится в отдельный модуль. И навешивание этой функциональности тоже висит в отдельном модуле. То есть, вы в отдельном модуле определяете, какие методы, по сути, например, будут участвовать транзакции. То есть, не в самих методах, вы пишете там открыть транзакцию, закрыть транзакцию. А где-то вообще в отдельном месте, либо в компенсационном файле, либо в отдельном классе. Вы просто указываете такой-такой-такой-такой-такой-то метод, они будут участвовать транзакциям. Это позволяет вам, как бы, отдельно, получается, локализировать все, что связано, например, с этой сквозной функциональностью, в одном месте. Следующее, самое важное, четвертое. Spring — это контейнер. Это контейнер объектов. Это значит, что Spring хранит в себе объекты, он их создает, он управляет жизненным циклом этих объектов. Это значит, что вы, по сути, нигде не пишете себя в коде new. Оператор new таковой просто исчезает. Ну, то есть, new — это же CC. То есть, Java, по сути, конструктор, вы нигде не вызываете. Чем это хорошо, чем это плохо? Ну, хорошо может быть тем, плохо я даже не знаю, чем, но вы принимаете. Хорошо тем, что, во-первых, вы снимаете с себя вот это время, вот это свяжение за зависимостью, за функциональностью, за конструктором и так далее. То есть, вы все это выкладываете на Spring. Spring полностью себя содержит как контейнер, ну, это, грубо говоря, как минимальная. Какая-то коробочка, в которой все объекты там лежат. Если вам надо какой-то объект, вы просто обращаетесь к контейнеру и говорите, да, не такой объект, он вам его выдает. Как он его выдает, это все можно настроить. Либо он вам выдаст новый инстанс, то есть, он там внутри себя сделает new и вам отдаст. Либо он вам будет постоянно синглитонно выдавать, это тоже он может сделать. Либо там у него будет какой-то пул объекта, он будет из пул их выдавать. Если пул будет занят, то он как бы из slip сделает этого потока, подожди, пока пул освободится. То есть, это все можно настроить. По сути, Spring полностью управляет жизненным циклом. Самое главное, что Spring управляет так же, как надо удалить объект, и Spring его будет сам удалять, когда надо, когда объект больше никому не понадобится. И что самое интересное, так как все эти объекты хранятся в одной коробочке внутри одного контейнера, то объекты могут видеть друг друга. И, соответственно, Spring может сам устанавливать эти зависимости. То есть, эта инжекция контроля, она, собственно, происходит благодаря тому, что все объекты находятся в одном контейнере. То есть, если Spring будет знать, что этот объект зависит от этого объекта, там, например, есть сета, то надо его проинициализировать. Если вы это указали, соответственно, он сможет их проинициализировать. То есть, все крутится в рамках одной коробочек. Ну и последнее, это фреймворк. Что это значит? То есть, Spring, кроме того, что он предоставляет инверсию, спектрный программин, то, что он является контейнером, он предоставляет набор, достаточно широкий такой, богатый набор вспомогательных классов. Куча классов различных. Для работы с базой, для работы с почтой, для работы с безопасностью, для работы с транзакциями, для работы еще с чем-нибудь. Я уже, наверное, не помню еще. Ну, много с чем. То есть, практически со всем, чем можно придумать и работать. Имеется в виду здесь работа не с вообще Java-языком. То есть, там нет, например, классов для математических. Или еще. Это имеется в виду именно работа, что касается корпоративных приложений. То есть, все вот различные дополнительные функции, которые есть практически в любом корпоративном приложении. Туда не треснет. А, для веба еще тоже. Куча классов. Поддержки веба, там, регистрации, там, и так далее, и тому подобное. Вот. И самое главное, что все эти классы, все это полностью конфигурируемо. То есть, это все находится в инфрационных файлах. И, тем самым, Spring упрощает разработку G2E приложений тем, что вы, во-первых, не делаете зависимости от G2E компонент. Вы, как бы, вам не надо, нет необходимости, например, выполнять сложную настройку этих компонентов. Потому что G2E, в принципе, там, куда ни тыснется, она задержится сложная настройка. Например, взять даже тот же GMS. Вроде простая служба управления сообщением, но, чтобы она строить, надо немножко попадеть. То есть, как бы, там где-то прописать, нужно класс создать, нужно там кто зарегистрирует. В Spring это все упрощает. Достаточно сильно. Даже взять то, что вам знакомо, например, доступ в базе данных. То есть, по сути, в Spring там есть просто отдельные методы, где одним методом выполняете запрос. Если вспомнить GDBC, чтобы выполнить запрос, надо выполнить несколько методов. Надо создать connection, надо создать открыт там query, создать, получить потом дата-сорс, как-то выполнить. В Spring это все можно сделать в одном месте. То есть, он, в принципе, помогает, упрощает вам выполнять даже стандартные функции G2E. Тем самым, в принципе, их заменяет. Вот. Ну, архитектура. Из чего он состоит? В принципе, ядро. Ядро Spring как раз содержит в себе, в принципе, ну, три таких, можно сказать, ключевых модуля. Первый модуль, это самый главный, это EOS, он там на середине, то есть, инверсия контроля. Это самый главный модуль, на основе которого все это крутится. Вот. То есть, в принципе, вот, инжекция зависимости, это полностью делается в любых настроечных файлах. В ваших собственных классах это все, ну, благодаря этому все это функционирует. Дальше, аспектно-ориентированное программирование. Благодаря этому Spring умеет, как бы, подключаться в нужные точки выполнения вопроса. Ваши программы и выполнять там нужный код. Вот. Ну, и другое, это Service Abstraction. То есть, он абстрагирует вас, благодаря тем, что вы вызываете интерфейсы Spring и вызываете его методы для работы с различными функционами, он абстрагирует от всего остального. Вот. Что этим остальным может быть? Ну, вот там внизу, например, WebRemoting, EGB, GMS, GMX, Mail, Shading, ну, то есть, все эти ужасные слова страшные. То есть, благодаря Spring становится, вроде как, нам нужно жить веселее. Вот. Но при этом, видите, содержит все эти классы, то есть, он позволяет все это делать. Вверху, то есть, в ядро Spring входит дополнительные классы, которые, как бы, вот, являются, помогают работать с такими сервисами, как Spring DAW. То есть, это работа с базой DAW. Вот. Spring ORM. Это объектно-инвестиционное отображение. То есть, здесь включается EGBY, Hypernate и тому подобное. Spring Web. То есть, он содержит классы, которые помогают вам упрощать разработку веб-приложений. Там, где авторизация содержится. И, например, возможность доступа к бинам Spring из веб-приложений. И, в принципе, Spring даже содержит свой собственный веб-фреймворк. То есть, называется Spring Web MVC. Это классический MVC-фреймворк. То есть, позволяет, в принципе, с помощью него, вы даже можете создавать собственное веб-приложение. Вот. То есть, отдельно пишите Vue, отдельно пишите Action на Java. И контролью Spring сам этим всем управляет. Вот. Но Spring MVC, ну, немного утверждает, что он сильно популярный. Как бы он классический, хороший. И, в принципе, быстро работает. И благодаря тому, что все это Spring, все как в одной каше варится. То есть, несложно его настроить, подключить и с ним заняться работать. Но изучать его не будем. Все-таки он не сходит в G2E стандарт. Мы будем изучать то, что под G2E стандарт, а именно GSF. Вот. Дальше. Hello, вон. На Spring, как его показать. Начнем с самого простого. Представьте, что у вас есть какой-то интерфейсик. Вот, например, называется Gritting Service. У него есть один метод. Seagriting. Вот. И, соответственно, есть реализация этого интерфейса. Реализация этого интерфейса, заметьте, реализует метод Seagriting, ну, просто на консолье вводит. Ну, то есть, самый простейший пример. Теперь, в чем интересно. То есть, Seagriting, заметьте, метод не понимает никаких парадок Gritting. Ну, то есть, приветственное сообщение. Вопрос, откуда оно его получит. То есть, откуда реализация, возьмем приветственное сообщение. Ну, как вариант, либо она его создаст сама, тогда получается достаточно сложно модифицировать потом приложение. То есть, создало оно само приветственное сообщение, и как? Если надо изменить приветственное сообщение, в какой-то перекомпилировать класс. Неудобно. Два варианта. Либо оно Gritting получит, то есть, через сеттер в самом низу, либо оно получит его в конструкторе. Ну, два варианта, как получить. То есть, оно получает этот Gritting. Сразу давайте я говорю, почему мы, наверное, используем интерфейс и реализацию интерфейса. Может быть, у кого-то возникли вопрос, я, кстати, забыл об этом сказать вам вчера. Слой сервиса. В сервисе создаются сюда интерфейсы и именно их реализация. Ну, в принципе, тут сложно долго рассказывать не буду, просто почему, потому что у имидрейса может быть много реализации. Если есть много реализации, то каждая реализация может вести себя там по-другому. Соответственно, мы можем изменять реализацию и, соответственно, получать разные функциональности. Ну, это как бы такое базовое понятие. Вот. Так вот, изменять реализацию в Spring можно вообще декларативно. То есть, вот у нас есть такой интерфейс, у нас есть реализация интерфейса. Теперь возьмем Spring конфигурацию. В Spring все объекты, которые будут храниться внутри контейнера, то есть, по сути, это, можно сказать, все объекты, которые находятся внутри этой коробочки, они называются бинами. Ну, отсюда там java.bin пошло и так далее. Или наоборот, из java.bin пришло вот это. То есть, они называются бинами. Бин переводится как bov. Вот. Ну, по сути, это просто какой-то объект, как говорят. То есть, все объекты, находясь в Spring, они, как бы, это, ну, называются бинами. То есть, если, чтобы добавить объект в бин, надо его определить в конфигурационном файле. То есть, в данном случае, нам надо реализацию нашего интерфейса определить в конфигурационном файле, чтобы, как бы, соответственно, сказать Spring, что, когда он запустится, что вот он создал эту реализацию, она у него была. Вы потом сможете ее получить и, собственно, вызвать. Определяется очень просто. То есть, как бы, ну, верхний текст bins, внизу bins, вот мы получаем, как бы, bin.id. Grating service. То есть, каждого бина есть обязательно этичный. Это, по сути, уникальный индифликат, по которому вы доступитесь для этого бина. Дальше обязательно надо в бину указать класс. То есть, к какому классу он относится. В данном случае, вот мы указываем, что у него, input. Ну, у нас там, экзамент, да. И вот сразу же пример, каким образом пронициализировать свойства этого бина. То есть, мы вот можем сразу в property name grating сразу указать наше значение. Вот. То есть, мы, по сути, любое свойство этого бина мы можем инициализировать. Если мы не хотим, мы можем не инициализировать. Другой момент, как пронициализировать конструктор через конструктор. То есть, у нас уже конструктор там. Вот, таким вот образом, конструктор arg-value, мы сразу тоже передаем значение конструктора. Причем один момент оглашу, что если вы используете первый способ, а он чаще всего будет использоваться с вами, то есть через property вы будете загонять ваше значение, то обязательно у BIN должен присутствовать конструктор по умолчанию, иначе Spring не сможет его создать. Если же конструктора по умолчанию нет, то тогда используется только второй способ, то есть передавайте значение через конструкцию, чтобы Spring мог создать этот объект. То есть по сути вот так вот мы определяем, в конструкционном файле определили наш объект. Ну и теперь HelloWorm как запустить, то есть в данном случае простое джаловское приложение, HelloOPP обычное, public static void main, то есть стандартная функция main. Что мы тут делаем? Первым делом мы создаем фабрику, то есть мы создаем грубо говоря этот контейнер. Там есть несколько разных способов создания контейнер, но один из них называется получить фабрику, то есть BIN фабрики мы ее создаем на основе XML конструкционного файла, то есть XML BIN Factor. И на вход мы должны передать потом. В данном случае мы передаем файл System Resource. Вот, в принципе там Spring поддерживает даже, например, фабрики, которые будут находиться удаленно. То есть конференционный файл, который находится удаленно, то есть он сможет даже через аквебу скачать его тоже, в принципе, если это как вариант. Вот, но это редко используется, иногда используется в жалу Аплета. Другой способ создания фабрики я вам там чуть позже расскажу, как бы он тоже в варианте существует, то есть где-то одно лучшее, то лучшее, но не важно. Факт того, что мы должны создать фабрику. То есть мы указываем конференционный файл, в Spring мы говорим, создаем его контейнер вот на основе этого конференционного файла. Контейнеры можно создавать несколько в приложении, иногда так и делают. То есть один конференционный, второй, третий, и как бы из них создают несколько контейнеров. Но с контейнером баловаться не надо. Почему? Потому что процедура создания контейнера достаточно долгая. Даже в вашем курсовике вот создание спринговского контейнера будет занимать секунд 30. Это вы сможете увидеть по логам, то есть ты как насчет там выписывать все эти логики, то есть какие он модули подгрузил, как это он все там соединил, посоздавал объекты, потом проимитил их в независимости, то есть это достаточно долго. Поэтому контейнер на приложении желательно, чтобы он был один, ну максимум два-три, то есть немного. То есть их создавать, удалять много нельзя. Пины, они легковесные, их можно уже как угодно создавать, но контейнер лучше сделать один. Контейнер можно сделать из нескольких конвернационных файлов. Например, один, второй, третий, четкий конвернационный файл, и все это просто объединяешь. Ну там есть способы, это уже показывать не буду, просто несколько конвернационных файлов, и из них создается один дуршот контейнер. Как вариант. Ну и дальше он зелененьким выделен. То есть каким образом мы получаем бритинг сервайс? В конвернационном файле мы прописали что? Имплементацию, то есть конкретно бин, который реализует вот этот интерфейс. Здесь же мы получаем конкретно, уже именно, ну обращение производим через интерфейс, а не через реализацию. Вот, то есть мы пишем гритинг сервайс в наш интерфейс, приводим, ну на фабрике вызываем метод getBin. Отправляем айдичный бин, приводим интерфейс и получаем наш интерфейс. Ну и собственно вызываем наш метод. В чем здесь красота? Во-первых, заметьте, нигде в жава-коде строго не зашивается, какой гритинг мы говорим. То есть мы просто берем конвернационный файл, меняем наше приветственное сообщение на другое, перезапускаем приложение, и все. Не надо ничего перекомпилировать. Вот, вторая в чем красота? Сам гритинг, гритинг сервайс у нас это интерфейс, то есть мы можем сменить динамическую реализацию интерфейса. Опять же, зашли конвернационный файл, поменяли в текстовом, как бы, ну в режиме этот, другую реализацию поставили и запустили. Тоже красиво. Вот, то есть вот благодаря вот этим вот вроде простым таким действиям, на самом деле достигается очень большая-большая мощь, которая способствует нам создавать очень клевое корпоративное приложение. Вот, потому что мы можем, получается, декларативно, декларативно описывать различные сервисы, описывать параметры этих сервисов, вот, декларативно описывать возможные все реализации, и, соответственно, их подставлять, менять как угодно конфигурировать. Тем самым, получается, мы можем создать наше приложение, то есть определить несколько таких вот модулей приложений, и потом соединять как вы хотите. Вот. Все, при этом, еще раз повторяю, декларативно. Вот. Давай вопрос. Ну, инвесия контроля. Еще раз, называется, пятый раз повторяю для тех, кто вообще ничего не платит. Вот. Зачем это надо, и для чего это, и что, и что, вы просто понимали, если когда у вас, типа, кто-то спросит, вы понимаете, что это инвесия контроля? Конечно, вы понимаете. Вот. Значит, инвесия контроля. Вот пример, как это обычно могут делать люди. И, в принципе, так как часто много раз вы делали. Значит, менеджер, например, представьте, какой-то. Вот он зависит от какого-то сервайса и зависит от какого-то продукта. То есть, очень часто люди, например, менеджер просто брал и создавал этот сервайс. То есть, ну, вспомните, может, какие-то методы, я не знаю, свои, которые вы писали, курсовые. То есть, чаще так вот делалось. То есть, менеджер делал new сервайс, и там вы потом вызывали метод этого сервайса. Прямо через new. Вот. Например, продукт. Представим, у нас есть какая-то фабрика, например. Ну, шаблон фабрика, вы уже знаете. То есть фабрика создает разные вариации продуктов, то есть мы обращались с нашей фабрикой и говорили, да, она там какой-то продукт, она нам давала. Но факт того, что мы, получается, зависим уже от фабрики. Вот. То есть так делают многие. И нельзя сказать, что это сильно плохой способ, все-таки шаблон, фабрика тоже для чего-то создан, для чего-то существует. Но как бы было бы красивее. Красивее было бы, что если бы менеджер все эти значения он получал. То есть он не создавал, а просто получал измени. По сути это вот называется инжекция зависимости, то есть инверсия контроля. Когда получается не менеджер уже контролирует свои объекты, которые он создает, а кто-то их контролирует, а менеджер их просто предоставляет. То есть ну вот это вот понятие инвертирования контроля. То есть менеджер получает сервис, который он будет работать. Менеджер получает продукты. Как он их получает? Кем он их получает? О, это уже другой вопрос. В данном случае мы используем Sprint, который за нас это все будет делать, но он декларативно это все описывает. Ну, для чего использовать инвекцию контроля вообще, зачем это надо и в чем ее может быть преимущество, что мы можем получить, постараюсь объяснить на пальчиках. На пальчиках, благодаря великому примеру, который называется «Как казаки в поход ходили». Вот, казаки в поход ходили, вот, представьте себе задание, такое, вам менеджер, какой-то вы походе, пришел и он сказал, а ну-ка, создай-ка мне класс казацкого германа, который будет ходить в поход на Крым. Ну, он пришел и сказал вам конкретно такой задание. Ну, вы ж понимаете, что, господи, создать класс без проблем, сейчас сели и открыли еклипс, начинаете создавать класс. Ну, вроде задание понятно, больше ничего вам не сказать, вот создайте класс германа, который ходит в походы на Крым. Отлично. Вы создаете класс Гетман. Создали класс Гетман, имя там, какие-то поля в классе Гетман, неважно. Создали, естественно, поле, например, в поход на Крым, вот, создали конструктор, через конструктор, например, Гетмана что-разный в Украине помните? Все вроде на Крым ходили. Через конструктор, соответственно, принимаем имя. В конструкторе создаем, например, переменную поход на Крым. То есть создали new и назвали метод, который вам сказали тоже создать. Это пойти, собственно, в поход. Который обязательно не должен... Ну, вы вызываете в методе поход. То есть сам поход вы конкретно не реализуете. Поход вы взяли, решили вынести в отдельный, вроде как, модул. Потому что когда-то вам кто-то на преподавателей рассказывал, что желательно классы, объекты, когда вы делаете объектные программины. Но, как бы, каждый день должен отвечать за свою функциональность. Соответственно, походы отвечают за походы, а Гетман отвечает за Гетьман. То есть, там будут методы, связанные с Гетьманом. Но, так как Гетьман будет именно ходить в поход, поэтому Гетьману будет метод сходить в поход. Класс поход. Соответственно, тоже с Эмми написали. Писать же, что же надо, класс поход. Соответственно, вот, поход на Крым создали, такой класс, конструктор обычный, и в нем, собственно, метод сходить. Вот, реализацию тоже написали несложно. Попить всех, забрать богатство, все, получили, сходили на поход на Крым. Теперь вы же, естественно, самые клёвые программисты, вы же прослушали лекции, слушали, знаете, что надо, все после этого класса написали, надо что сделать? Протестировать. Ну, естественно, требуем вам, кто поверит, что это все работает, что казахский гейтман входит в походы, и все. Как мы это будем тестировать? Ну, по логике все очень просто. Мы создаем класс казахского гейтмана, и мы вызываем на него метод и смотрим потом, говорим ему, иди в поход, и потом проверяем, чтобы сходил он правильно там, и какие-то результаты вернулись. Ну, вот, например, такой тест. То есть обычный тест, тестируем пойти в поход, вот класс гейтман, создаем, например, гейтмана загадачно, метод пойти в поход, и проверяем, чтобы газ, который он вернул, нормальный, и оно свободно конвертировано. То есть, слушай, что сходил узкий. Если вдруг что-нибудь прошло, значит, там такой тонуль. В чем, получается, нехорошая с данной ситуацией? Выходит, что в данном случае мы тестируем класс гейтман, но при этом мы, как бы, indirectly, то есть, вроде как, неформально тестируем еще какой класс? Класс поход на крыль. Вот, и мы не собирались его тестировать, да? Нам как надо гейтман реально протестировать, как он там себя ведет. Может, там реализация, чтобы пойти в поход тоже может быть разная, там, собрать снуд, собрать это. То есть, надо вот эти кучи методов протестировать, а мы еще при этом тестируем другой класс совсем. Вот. Это первое. Во второе, например, что если у нас реально ошибка в классе поход на Крым? То есть, в классе поход на Крым ошибка, а не в классе гейтман. Но что тест вернет? Тест вернет, потому что ошибка реально где-то в гейтмана, потому что мы на гейтман мы называем метод пойти в поход. Правильно? И получается, что именно на гейтман у меня нет ошибки, выходит, что ошибка, ну, он неправильно нам скажет, где ошибка. Вот. Ну, похожим примером может служить, например, доступ к базе данных. То есть, вы, например, делаете метод, там, сохранить или получить объект, да, по сути. А внутри этого метода вы обращаетесь к, например, какой-нибудь там базе данных, используя, например, ну, тоже GDBC, да. Вот. Вызываете query и получаете результат. Получается, что когда вы вызываете этот метод, вы индиректно тестируете вроде как GDBC. То есть, на самом деле, вот, тестировать вам надо, вам надо, собственно, ваш метод протестировать. И его бизнес может быть. Вот. А походы желательно тестировать отдельно. Для этого надо писать отдельный тест. Если вы напишите отдельный тест, тестирующий поход, отдельный тест тестирующий класс гейтмана при такой конфигурации, у вас получается, что у вас два теста тестирует, по сути, одно и то. Вот. Как бы этот исправит момент? Справит момент очень просто. То есть, что если бы класс гейтман поход, например, вот при тесте, что вот, если вам как-то можно было бы послать ему заглушку походу. То есть не сам конкретный поход, а только заглушив. Кто, например, сюда возвращает там труб, или сюда там возвращает там свободно конвертированного богатства. При этом, получается, мы пока отложим поход и протестируем конкретно класс Етмана. Но как мы можем послать ему заглушку, если что? Если у нас там напрямую в конструкторе Етмана создается поход? Ну никак. Надо менять класс. Либо приходить к этому великому инжекцию зависимости. Ну, первое, тут еще такой момент, что если мы хотим в другой поход пройти? Например, на Москву. К вам пришел менеджер и сказал, все, я сходил нормально в поход на Крым, давайте на Москву пройти. Тоже вариант возникает, блин, а что делать? Ходить нам в Москву надо, а мы строго конструктора зашили поход на Крым. Вы же не будете там сеть перечислять все эти возможные перемены? Ну, опять же, пример с базовыми данных может быть, например, что если мы хотим хранить теперь не только в базу, еще и в файл? Вы же не будете все возможные способы перечислять. Выходит, самый такой набравшийся вариант, это разделить на интерфейсы. То есть в данном случае, то есть создать интерфейс поход, в котором будет метод сходить. Ну, как бы интерфейс. И класс Гейт, он как бы каким-то образом получит, ну, будет работать с этим интерфейсом. Откуда он возьмет реализацию, это уже другой вопрос. Вот. Главное, чтобы не сам его создавал. Соответственно, при тестах мы сможем в качестве интерфейса поход поставить какую-то заглушечку туда. Вот. Соответственно, она там будет поставлен тру возвращать. Вот. В данном случае, мы сможем реализовать различные походы. Ну, раза как. И самое, что интересно, мы сможем еще и получать эти интерфейсы с разных мест. То есть в ходе, например, очень хорошо. Либо искать там GnDi, что очень интересно. Что такое GnDi, не знаете? Он ушел, не знаю. Вот. Значит, как это выглядит? Создаем интерфейс поход. Вот. Опять же, создали в нем метод, полностью прописали этот метод, как он есть. И теперь, получается, переписываем класс GnDi. Каким образом? То есть мы делаем в нем уже не конкретную реализацию похода, а делаем реализацию интерфейса. То есть он там в зелененьком виде. Вот. Но осталось избавиться от чего? Осталось избавиться от оператора new в конструкторе. То есть надо вот эти new поубирать. Чтобы их не было. Чтобы вы сами ничего не создавали. Вы только получаете. Вот. Ну, в данном случае, избавиться можно от двумя вариантами. Ну, например, либо опять же от конструктора получить реализацию похода, ну или в данном случае я сделал просто setter. То есть просто в set мы получаем поход. Вот. Теперь, получается, в чем прикол. То есть как мы тестируем очень легко. Создали класс GnDi, в set поход установили нужный поход и вызвали метод сходить. Иди, иди. Получается он пойдет в тот поход, который мы создали. Ну, либо можно все это сделать, например, через спринт. То есть в данном случае что мы получили? Мы получили инжекцию зависимости. Это вот опять еще раз возвращаясь к тому, чтобы это понимали, зарубили уже на всю свою жизнь, запомнили и в среди ночи вспоминали все, что такое инжекция зависимости. То есть когда задачи, то есть когда человек зависимости не получает, то есть не создает, а он их получает. Причем, вот вообще вот такая красота инжекции зависимости, она как бы и вообще вот даже в обычной жизни тоже очень приятна. То есть когда, представьте себе вот момент вот отношения работника и работодателя, да, например, начальника. Если бы как бы работник сам себе создавал задачи, было бы что попало, да. То есть обычно начальник же говорит, так, делай сейчас то, делай то, делай то. Если работник хочет сам создавать задачи, он же не поймет, что его делать, и как он уже не видит в конце всю корпорацию. То есть в принципе, понимаете, нормальная жизнь это инжекция зависимости, она по сути всегда используется. То есть всегда вы получаете какие-то зависимости. Вот, значит спринт. Как использовать спринт в данном случае, каким образом вот инжекция происходит объектов, как вы спрашиваете. То есть первым делом надо создать бин квест. Вот мы его создали, назвали его ID-шник квест, ну или похода примерно, да, и соответственно класс написали этого бина. Теперь мы создаем класс Гетман. Вот, у нас в классе Гетман не было пустого конструктора, то есть конструктора без параметра. Соответственно надо обязательно прописать конструктор арт. То есть прописать тот параметр, который мы будем передавать в этот конструктор. Ну, в данном случае мы передаем values. И в property name поход мы пишем ref, то есть reference на наш, собственно, бин квест. То есть теперь вообще красота получается, что мы можем вообще в нашем файле воссоздавать несколько классов Гетман. То есть мы можем даже вот в одном спринте определить несколько бинов. Назвать их просто по-разному. Гетман 1, гетман 2, гетман 3. Дать им разные имена и каждого послать на разные походы. Почему вы не? Запуск приложения. То есть в данном случае все очень просто. Ну, то же самое, как hello. Опять же, создаем bin-factory на основе конструкционного файла какого-то, получаем бин Гетмана и, собственно, вызываем минимум метод сходить походу. Это очень просто. То есть какой поход в один Гетман мы определяем в нашем конструкционном файле. Тестировать просто замечательно. Мы можем создать несколько бинов квест. Например, квест опять же 1, квест 2, квест 3. Квест 1 это будет поход на Крым, квест 2 на Москву, квест 3 там куда он еще ходит? Больше. Вот. И, по сути, в класс Гетман мы будем уже указывать конкретно на какой референс он будет референс и, соответственно, мы будем менять походы, то есть куда он будет ходить, просто меняя референс на соответствующий квест. Так, запуск запустили. Теперь ближе к реальности. Казаки это все хорошо, вот, просто чтобы вы понимали хоть что-то такое. В корпоративных приложениях, вот здесь я сейчас привел вам пример из примера курсового проекта, который я вам тоже выдал. Сегодня постараюсь показать, как его получить. Ну, собственно, это часть примера, часть кризисовской конфигурации, причем достаточно небольшая часть. Это часть, которая конфигурирует сервисы. Вот. В данном случае у меня есть два пины, это два сервиса. Один сервис юзерсервис, другой сервис зипсервис. Вот. И в каждом конкретной классе этих сервисов. Вот. И в каждом из этих сервисов есть, соответственно, property. В каждом из них есть property gpa template для доступа к базе данных. То есть мы тоже референсом какой-то вины, где он там берется, это другой вопрос. И самое главное, тут очень интересно, что оба эти сервиса, они используют методы друг у друга. Ну, там у сервиса юзер есть там какие-то, я не помню, же рекомендуют методы, но есть методы, которые обращаются к gif-сервису и тягивают gif поэтично. Поэтому нам нужен gif-сервис. Поэтому мы указали референс на саму себя. И наоборот, в классе user-сервис тоже там есть, вернее, в gif-сервисе есть метод, который там обращается к пользователю, получает пользователь поэтично. Вот. Причем, заметьте, создаются два бина, и оба из них как бы ссылаются друг на друга. То есть вроде как такая, ну, зависимость такая, вроде так, круговая, да. Вот так, как же Spring создает эти объекты. В данном случае этого можно не бояться. Порядок определения бина в Spring это не важно. Ссылаться вы можете как угодно, на кого хотите, любые как бы вот такие вот круговые поруки делать. А Spring создает объект достаточно хитро. Он вначале создает, получается, данная возможность будет, ну, возможно если вы будете методы устанавливать то есть зависимостью устанавливать через property, а не через конструктор. Если бы я написал бы в конструкторе, в данном случае Spring не смог бы создать ни один, ни второй объект, потому что для того, чтобы создать один, мы нужно создать второй, для того, чтобы создать второй, надо создать первый. though через property Injection можно делать. То есть он вначале делает ny одному объекту, ny второму, а потом понимает, что ага, ним же надо, ну, как бы понять ссылки друг на друг, и он как бы устанавливает ссылки друг на друга. Но почему, по сути, property использует чаще всего? Вот еще часть этой же конфигурации, там конфигурационный файл чуть побольше, но вот опять же часть. Я та часть, связанная с базой данных немного опустил, и это расскажу чуть попозже на лекциях, когда базу будем учить. Ну пока просто часть, вот, например, тут же PadTemplate, она получает тоже какую-то зависимость, какую-то фабрику. И Transaction Manager мы создаем в Spring, который сейчас получает еще две зависимости. По сути, это просто я привел пример, чтобы вы поняли, что в Spring, ну как бы, приложение основное Spring, оно по сути формируется из вот таких вот объектов. То есть вы создаете разные бины, и потом друг в друга их как бы передаете. На выходе вы все равно будете использовать, то есть в данном случае веб представление будет использовать только два этих сервиса, предыдущих, которые были на слайде. Все вот эти JPA template и Transaction, оно их не использует. Но эти сервисы используют другие бины, эти бины, другие бины, эти бины, другие бины. От кого-то это все начинается. В данном случае там это все начинается от Entity Manager Factor. Ее начали определить. Потом она передается дальше и дальше дальше. То есть в конце концов, они все друг друга встраиваются. Получается, мы вроде как из влево собрали наше приложение. То есть у нас наш сервис, он будет уметь работать с базой данных. Он будет видеть другой сервис, и мы из веба сможем его использовать. Вспомогательные классы, которые есть в Spring, могут быть вам интересны. Spring DAO позволяет, собственно, работать с базой данных. То есть там вот есть, например, JDBC DAO Support, JPA DAO Support. Ну, это самые такие, самые часто используются. По сути, для того, чтобы использовать простой JDBC Connection и базе, ну, реально, ну, нету смысла вам писать с ним вот этот JDBC Connection. Как вы на третьем курсе там вот это делали. То есть открывать там Connection, создавать, потом создавать Quiry, обрабатывать результаты. Использовать JDBC DAO Support, это можно делать просто вызывая там один метод. Метод там Find, например, про аналитический, получив результат. Вот. Кибернет DAO Support, JPA DAO Support, они позволяют очень хорошо работать с базами данных. То есть напрямую с Кибернетом тоже там Spring управляет все эти методы, с JPA и так далее. Транзакция. То есть Spring позволяет, в принципе, в любом случае, вы будете использовать какой-то Transaction Manager. То есть вы не сами будете транзакциями полностью управлять. Есть разные менеджеры вообще, их очень много. Вот. Ну, самое такое часто использование в G2E-приложениях называется Manager GTA. Java Transaction API, вот. Ну, по сути, GTA, это как бы не сам, в конце концов, не сам менеджер, это опять же спецификация, есть разные реализации этого GTA. Так вот, чтобы вам вообще не заморачивать всю эту голову, Spring предлагает вам очень просто использовать один из его менеджеров. По сути, вам даже самим транзакциями таковых даже не надо будет не вызывать, не создавать. Благодаря тому, что вы просто помечать будете вы. Либо в XML-файле мы сделаем еще круче, мы просто прямо аннотациями входим исходным и просто пометим. Вот такие-такие-такие-такие-то методы используем они в транзакции. Все, и транзакция будет автоматом на этих методах создаваться, завершаться, role-basics, коммититься и так далее и тому подобное. Вот. Но для того, чтобы как бы это использовать, надо как бы этот менеджер создать, как бы, ну, Spring на основном хвале прописать, что он создает этот менеджер и вот использует какой-то connection-бази, какие-то методы и так далее. Ну, Spring предлагает различные менеджеры. Например, Data Source Transaction Manager это самый обычный. Хибернет, это использует хибернет, G5, это там будут использованы в G2. Вот. Spring Security. Причем много чего позволяет делать декларативно. То есть просто создается конверационный файл, в котором вы вначале там написали различные провайдеры авторизационные, то есть кто бы, откуда бы брался авторизационная информация. В данном случае, в данном случае, он умеет со многими работать, но это только три, которые я тут написал. То есть он может в DAW, то есть он может напрямую из базы тащить, например, информация пользователя, как юзер, он может через LDAP тащить. Он может даже сделать remote authentication. То есть, если у вас используется, я не знаю, если знаете такое OpenID. Если вдруг слышали, то Spring даже вот с этим умеет делать. То есть он обратится к другому серверу, пройдет там авторизацию и вернет вам как бы токен, то есть либо забошел, либо не забошел. Вот. Ну, по сути, ну с авторизацией, конечно, не так все попроще будет и с базами данных. Потому что если для того, чтобы создать подключение к базе и использовать его, там надо создать 3-4 бина. Собственно подключение, фабрику, транзакцию, и джеба, и так далее. Для того, чтобы работать с CQ, вам там придется посоздавать сплингерские бинов, там, штук 10-20. Которые там разные, там выполняют какие-то действия. Для этого надо прочитать мануал. Ну, ради, если ничего еще не читай, ничего не будет. Собственно, сам мануал, где его взять. Выглядит оно так. Вот. Такой Spring in Action Second Edition. Хорошая книга. Вот. Естественно, на русском языке, на русском вы найдете информацию, но не так уж много. Вот. Там достаточно всего подробно разжевывается. Все-все-все аспекты Spring. Причем начинается все с того, что там создается просто маленькое корпоративное приложение. Которое там что-то там делает. По-моему, с книгами или что-то с чем-то. Вот. Там подробно разжевывается, что такое EOC. По сути, то же самое, что я вам рассказал на лекции. Только там, естественно, не казаки. А рыцарь. А цель Артур, который ходил там в квесты за Враалем. А там были казаки. По сути, там тот самый. Это все объясняется. Вот. И это первая часть книги. И дальше, начиная со второй части и так далее. Там расписывается про каждый отдельный модуль книги. То есть, работы с базами данных. Работы с безопасностью. Работы с GMS. Работы с почтой. И так далее и тому подобное. То есть, объясняйтесь. То есть, если вы хотите, там он рассказывает. О, создайте такой-то BIN. Создайте такой-то BIN. То есть, каждый раз вы прописываете. Вызывайте на них такие-то методы. И вам будет ВАЛ. Ну, как бы, все это хорошо. В чем тогда?